Более 10 тысяч человек посетили 7-й смоленский фестиваль «Звездопад», местом проведения которого вновь стал аэродром «Южный». В этом году масштабное мероприятие получило статус международного. В Смоленск впервые приехали пиротехники из Норвегии, Болгарии и Азербайджана. Кроме того, выступили и две российские команды из Москвы и Казани. Самые яркие эпизоды выступлений в нашем сюжете. Чтобы вечером увидеть красочные картины в небе, гости 7-го смоленского фестиваля еще днем начали съезжаться на аэродром «Южный». Семья Александра Шахова из Беларуси, а его дочь живет в республике Коми. И ради фестиваля она преодолела больше 3000 километров. Очень здорово, замечательная музыка, замечательная организация. Погода в первую очередь замечательная, и люди замечательные. Пока организаторы фестиваля развлекали гостей музыкой, спортивными состязаниями и конкурсами, на другом конце площадки кипела работа. Чтобы создать красоту в небе, нужно хорошенько потрудиться на земле. Участники заканчивали последние приготовления. Впервые, отправляясь в Смоленск, команда из Норвегии подготовила особую программу. Мы покажем шоу «Восход солнца». Ведь зимой у нас на севере полярная ночь, круглосуточно темно. А когда приходит весна, тьма уходит, и люди очень рады солнцу. Которая, наконец-то, вышла после долгой ночи. На Смоленский звездопад приехали пять команд. Помимо Норвегии, красочное шоу приготовили Азербайджан, Болгария и два российских коллектива из Москвы и Казани. Для победителей и организаторов в этом году приготовили эксклюзивные призы. Три кольца мы сделали. Первое место – платиновое кольцо, второе – золотое, третье – серебряное. Кольца с пиропами, с настоящими, не с гранатами, но с пиропами. То есть такой пиротехнический камень. Считается, что пироп – это кровь дракона, которая придает силу, бесстрашу. Ну, пиротехникам, как ему лет, пригодится. Чтобы оценить размах представления, кто-то из гостей устраивался прямо на земле, а кто-то на вот таких удобных скамейках и в беседках, которые предоставила компания «Альянс». Одно пиротехническое шоу длилось пять минут. Приблизительная стоимость такого перформанса – полтора миллиона рублей. Когда на город опустилась ночь, небо озарилось яркими красками. Пиротехники должны были продемонстрировать свое мастерство в нескольких направлениях. Фейерверк должен был быть не просто красивым, но и выстреливать синхронно с музыкой. Максимально точно это удалось сделать команде из Казани. Они заняли первое место. Второе место заняла команда из Болгарии. Третье – норвежцы. Небольшой казус случился на выступлении коллектива из Азербайджана. У них не заиграла фонограмма. В итоге солисту пришлось исполнять песню «Акапельно». Такой перформанс оценили зрители Смоленского звездопада и присудили гостям с берегов Каспийского моря приз зрительских симпатий. Александр Блиников и Максим Григорцевич. Вести Смоленск.